Согласно указу президента Республики Абхазия, на основании приказа министра обороны мы начали призывную кампанию. В данный момент призываются граждане Республики Абхазия. По Угольскому району мы получили те, которые абхазские паспорта образца 2016 года. Количество людей не так уж много, но те, кто получили паспорта, они все будут призваны. У нас есть количество людей, которые уже женаты, то есть они, естественно, не призываются. Есть студенты, которые обучаются в российских вузах, в нашем государственном университете, они тоже не призываются. У них будет осрочка и по окончанию учебы они, естественно, будут призваны. У нас муссируются слухи, что с видом на жительство якобы могут призвать. Хочу сказать, что с видом на жительство граждане не призываются. Призываются только граждане Абхазии, которые имеют паспорта образца 2016 года. Именно только они призываются. Перед началом призыва всегда запросы сделаем, допустим, лица, которые имеют судимость, они не призываются. Лица, которые состоят на учете в наркодиспансерах, они тоже не призываются. И вот с больницей, когда есть психиатеретические больные, они не призываются. Естественно, инвалиды, детство не призываются, сами знаете. А так все призываются, остальные. Самое главное, чтобы был паспорт в Республике Абхазия именно образца 2016 года. Мы их оповещаем, на каждого из них выписаны повестки. Повестки на некоторых уже розданы, но я до этого тоже говорил и говорю, что количества у нас очень мало тех, кто призывается. На данный момент очень мало, кто получили паспорта. В дальнейшем, я думаю, что будет их больше. Мы делаем запрос в МВД. МВД нам дает списки граждан от 18 до 27 лет, кто получили абхазские паспорта. И вот мы их призываем потом. Эти списки у нас находятся в разработке. Мы смотрим. Есть в списках, попадаются люди, которые уже отслужили. И вот они сейчас получили паспорта, но они уже отслужили. Ну, документы, естественно. На каждого призывника у нас формируется личное дело. Вы все прекрасно знаете, что у нас каждый год, вот именно с районным отделом образования, мы просим их, чтобы они приводили сюда юноши. То есть называется это первичный учет. С 14 лет юноши, они должны состоять на воинском учете. С 14 лет они на воинском учете состоят. И потом, естественно, если кто-то снялся с учета, уехал в другой город, то мы отметки делаем. У нас есть так называемые алфавитные книги. Записи делаем в личных делах. И снимается с учета, и мы перенаправляем в тот район, куда они переезжают, допустим, жить и будут учиться. А после призыва они, вот сейчас в данный момент у нас лица, которые будут призываться, они проходят, все призываются в учебный центр. С учебного центра потом идет распределение по воинским частям. Ну там уже они проходят, допустим, обучение, потом по воинским частям проходят. После, естественно, как они закончат службу, они опять являются военный комиссариат. Мы соответствующие записи делаем в их военном билете, принимаем на воинский учет уже как граждан запаса.